Всем привет! Я Скиф, а это героини меча и магии. Это очень такой инди-проект, на самом-то деле, сделанный, как я понял, одним человеком в RPG-мейкере. И представляет из себя эпическое фэнтези-приключение, в юмористическом таком стиле здесь всё оформлено, и в игре свыше 150 тысяч строк текста. То есть, игра в основном делает упор именно на повествовательную часть, на вот эту всю историю. Есть, конечно, некий геймплей, но давайте обо всём подробнее поговорим. Выглядит игра простенько, очень простенько. Опять же, супер инди, как я говорил. Ну и стоит она всего лишь 175 рублей. Так, погнали. Играем мы здесь за отряд. Ну, изначально, конечно, там один у нас персонаж, потом они собираются в отряд, их всего четверо. Но это стандартный набор, по факту. У нас есть танк, у нас есть хилер, у нас есть маг и у нас есть дэмэдж-дилер, которая тут воровка. Но, по факту, не всё так просто. Во-первых, магичка, она как бы с книжкой заклинаний без единого заклинания. Хилка с единственным заклинанием хила, которая хилит на единичку. И у неё прескверный такой характер. Анастасия воин, но она от собственной тени шарахается. Есть Диана, которая как бы воровка, но сама готова отдать просто последние деньги всем нуждающимся. Её попёрли, соответственно, из её гильдии. Эту попёрли из её сессимы знатного рода. Эту вообще-то всюду откуда можно попёрли. Эту вообще-то тоже незадачливая такая магичка. Короче, отряд тот ещё, тот ещё. И вокруг этого всё и строится. Вокруг таких вот непутёвых приключенец этих четырёх дам. На данный момент я немножечко продвинулся, да, по сюжету. Плюс, что мне понравилось, квесты здесь витиеватые. То есть имеют некие разветвления. То есть не банально пойди и собери, там, убей там 10 кабанчиков. А тут квест из одного квеста перетекает в другой квест и так далее и тому подобное. Это, опять же, тоже занято. Ну, сейчас я нахожусь в храме. Давайте выйдем. Из минусов, да, тут интерфейс прямиком, конечно, из 90-х. Но это, скорее всего, проблема RPG-мейкера. Чтобы сделать какое-то простое действие, надо кликнуть много раз. То есть я хочу посмотреть, там, какая у меня экипировка. Надо нажать сюда, нажать сюда, нажать сюда, к примеру. Потом нажать ещё и сюда до кучи. Это не то, чтобы критично, но неудобно. Кинжал ту, как ста. А почему он у меня не был на мне? То есть интерфейс, да, далеко не самый удобный, к сожалению. Но, с другой стороны, боёвка здесь, опять же, на втором плане, по сути. Я вообще люблю игры, в основном, за геймплей. Но бывают исключения. Бывают исключения, когда мне хочется просто какой-то интересной истории. Какого-то занятного сюжетца. И здесь вот именно что? Юмористический, лёгкий такой сюжетец. За которым, в принципе, интересно наблюдать. Юмористическое фэнтези я люблю, да. Познакомился я с ним давно. Там, по-моему, одни из моих первых книг, которые я читал в юмористическом жанре. Это были Андрея Белянина «Меч без имени». Это был Роберт Лина Асприн. Стерия мифов. Его там какие-то рассказы и так далее и тому подобное. Но сейчас мне надо что-то сделать по квесту. Кстати, давай посмотрим журнал заданий. Опять же, журнал заданий. Заходим, жмём текущий. Потом жмём ещё куда-нибудь. Так, практическая магия. По-моему, нам здесь надо было что-то где-то сделать. Давай посмотрим. Найти святую реликвию старой каменоломни. Нам надо выбраться в старую каменоломню. Окей, погнали. Это, по сути, стартовый город, в котором мы начинаем. Кстати, а сколько у меня денег? 2600. Тут просто за выход надо будет заплатить. Идём в каменоломню, посмотрим. Так, я вынужден взять дорожную подать. 100 монет. Пожалуйста, заплатите. Само собой. Давай заплатим. Выйдем, так сказать, на глобальную карту. То есть, ну, рисовка супер простая, да? Вспоминаются времена ранних финалок. Вот этих всех игр на Сиги, Денди и так далее. Но опять же, игра сделана силами одного человека, по факту. Поэтому многого ждать от неё не приходится. Но, с другой стороны, тут очень неплохой упор, опять же, как я и говорил, в сюжет, в диалоги. Диалоги, кстати, написаны довольно-таки неплохо. Не то, чтобы я дофига эксперта, но вполне себе, вполне себе. Так, каменоломня где-то рядом была. Вот она. Погнали в каменоломню. Сходим. Тут ещё бывают рандомные бои. Да, трое незнакомцев. Драться мы не будем, потому что у нас ни черта нет. Давай уклонимся. Благо, есть возможность такая. Здесь есть даже возможность нафиг отрубить возможность воевать. Поэтому упросить дикое, просто чтобы двигаться по сюжету и следить за тем, как будут происходить все эти, ну, какие-то их приключения, скажем так. Погнали в каменоломню. Здесь, наверное, где-то как-то с кем-то придётся подраться. Но это не точно. Так, что у нас тут? Каменя. Префектуре Стрижинска. Посторонним вход запрещён. Ну, тут часть букв не хватает. Охраняемый объект, свидание с заключёнными без письменного разрешения. Префектур категорически запрещены. Разрешение выдаётся в Стрижинске не здесь. Я вижу там какой-то скорпион. Попытаемся, наверное, с ним подраться. Вот ещё тут какая-то муха. Ну, давай чекнем. А, я туда подойти не могу. Это какая-то ограда. Там какая-то яма. Я не знаю, я хочу просто подраться. Давай ещё сюда зайдём. Может быть, тут что-то есть интересное. Кнут без пряника. Получат все, кто... Да и на нас напала мышь. Даже парочку мышей. Боёвка стандартная, GRPG-шная. И крыс-крыс, помогите. Это орёт наш танк, как бы. Анастасия, соберись. Она не в себе от страха. Да, и представьте, что я читаю максимально няшным женским голосом. Дайте рябинушке срочно. Ну, это местное бухло. А это, кстати, монашка была, да. Так, окей, на ней какой-то эффект не особо хороший. Плохо то, что на этот эффект нельзя навестись. Либо я что-то не понимаю. И прочитать. Тут есть, конечно, помощь, где все они прописаны. Но в боёвке, опять же... Не особо-то есть время этим заниматься. Так, у нас в основном просто есть возможность атаковать. Давай здоровую крыс попытаемся забить. Да, у меня дэмэдж-дилер, кстати, второго левела. Единственная, кто прокачалась. Поэтому она хоть какой-то урон наносит. Это вот магичка, у которой пока что нет магии. И я в аккурат сейчас двигусь по квесту, чтобы ей хоть каких-то заклинаний в книжечку завести. Блин, даже не добила. Это хилерка. Пытаться ей хилить, это такое себе занятие. Ну, то есть, смотрите. Берём... А, скорее всего, даже похилить она не сможет. Хотя сможет, наверное. Магия есть, исцеление. Ну, давай, допустим. Допустим, сюда. Скидыш. Подхил на один. Светлана, хватит маяться дурью. Не можешь лечить, дерись. Ну, типа того, да. Ну, давай эту крысуку добьём. Ну, это, конечно, язычный бой. Просто крыса... Крысы не способны доставить каких-то проблем. Это как бы классика. Да, и 40 экспы. Экспы, по-моему, дают лимитировано за обычных врагов. Там, за более сложных дают чуть побольше. Но из сложных я только с призраком дрался, по факту. А, ну ещё какие-то были циклопа-лягушки. О, ещё и рябинушка. Бухлишко. Его, кстати, можно пить в бою. Опять же, оно подхиливает. Без стука не входить. А к кому там стучать-то? Это зелье... Ммм... Страшно подумать, что там внутри. Давайте не будем открывать крышку. Некая банка. Открыть. Давай откроем, конечно. Нет, нет, не трогайте эту мерзость. А что там? Алло. А, по итогу она не даёт нам, да, по всей видимости. Окей. Господин комендант, я вновь прошу вас обратить внимание на быт заключённых. В камере нет печки, и они мёрзнут по ночам. Я знаю, по уставу нам запрещено устанавливать в камерах печи, но почему бы не раздать людям по второму одеялу? Ещё у нас до сих пор нет нормальной кухни. Спасибо, что вы разрешили обустроить у барака несколько грядок, но овощей очень мало. И пищу приходится готовить на уличном костре. В том числе и для охранников. Холод и плохое питание негативно сказываются на нормах выработки. С увозжением, сержант Лух. Понятно, не всё тут гладко было. Так, давай посмотрим, что здесь. Может, какое-то оружие, не? Старое копьё. Опа-па-па-па. Экипировать. Анастасия, ты можешь с копьём? У тебя фамильный меч, конечно, есть. Так, надо опять нажать на экипировать. Кинжал вора нет. Копьё. Немножечко больше защиты даст. Но фамильный меч явно будет получше. Ну и фамильные доспехи, тяжёлый шлем. Ну, ничего лучше мы пока что не находили. Поэтому ладно. Тут, может, что-то. Малый щит. Так, подожди. Экипировать. Может быть, малый щит? Щит? Экипировать. Малый щит. Да, нам это даст защиты от магии. Защиты в целом немножечко даст. Поэтому пусть будет малый щит. Окей. Сюда можно пройти. Дверь заперта. Уровень замка 35 до 45. Я взломать не смогу. Сломать, наверное, тоже не получается. Потому что у воровки уровень взлома крайне низкий. И его надо прокачать. И там есть отдельные квесты. В общем-то, для каждой из них. Правда, я вот по одному квесту иду. Он всё ветвится и ветвится. Всё дальше и дальше идёт. И это, кстати, прикольно. Это занятно. Ладно, погнали дальше. Я хочу, сказать, со Скорпом подраться. Какая-то трава неведомая. Две ромашки. Ну, ромашек там надо было насобирать для квеста. И это я уже успел сделать. Сейчас со Скорпом подерёмся. Ё, твоё. Их три. И они все ходят вперёд нашего основного состава. Ну, только дэмэдж дилер наша ходит. У неё есть специальная атака. Но она заряжается, да. Набирается вот эта вот специальная энергия. Ууу. Скорпионы ещё и ХП много. Что-то мы зря сюда кинулись. Ох, как зря. Надо хотя бы мелкого сначала выпилить. Они бьют. Ну, хотя бы не очень больно, но в сон погружают. Ещё какую-то фигню наложили на нас. Ничего хорошего, по факту. Зря, наверное, на них напал. Ой, как зря. Можно побег совершить? Слышь. Бежим. Не-не-не, Дэвид Блэйн. Мне сейчас с ними воевать. Как бы у меня отряд вообще как бы не способен. Особо ни на что практически. Со Скорпами вообще воевать не советуется. Тут что за яма? Старая дубинка нашлась. Отлично. Может старую дубинку есть смысл тебе экипировать. Хотя я не думаю, что старая дубинка лучше фамильного меча. Ну, конечно, нет. Так, может Светлане дать? Она всё равно ни черта не хи... Она и так со старой дубинкой. Ну, найс. А Фелиция? С чем-то посох Фелиция. Кинжал вора. Так, ладно. Тут больше мы ничего пока сделать не можем. Ну, погнали. Нам надо сюда. По сюжетцу нам надо найти реликвию. И мы хотим с помощью этой реликвии пойти в подземелье под монастырём. Там что-то как-то повоевать с призраками разными. Лечебное зелье нашлось, что неплохо. Но я в целом тут немножечко попытаемся изучить местность. Я вижу, куда нам, конечно, стоит двигаться. А, тут какие-то жуки лазят. Я хз. Давай подерёмся. Я надеюсь, хотя бы каких-то пауков мы способны победить. Потому что отряд у меня такой, я говорю, фееричный. У меня только вот это вот, демэдж 9-ка второго левела. По 350 хп, блин. Их дофига, да. Ну, давай попробуем вдарить. 63. Может, одного хотя бы запинаем. Потом там специальный удар подъедет. И они на 108 бьют. Йоу. Ху-ху. 60. Ну, хз. 22, да. Что-то, наверное, нам сюда вообще рано. Рановато я пришёл. 86. Так, у тебя атака, блин, чуть-чуть не зарядилась. Вообще, надо в целом хилиться. Но вот одного почти размотали. Почти, почти. И хилок у меня мало, кста. Тихо, тихо, тихо. Предмет, лечебное зелье. Сама себя похиль. Вообще урона, конечно, нет. Вот. Ну, хотя бы воин бьёт, как ни крути. Сюда бы ещё похилиться. Ты давай специальный свой атак и удар из-под тишка. Хоть кто-то у нас хоть что-то умеет. Красный паук, держи. На 126. Ну, не так и сильно, как хотелось бы, конечно. Так, что по хилам? А, последний лечебное зелье, найс. Чё-то я как-то даже не подготовился. Надо, наверное, в город прогуляться, купить хилов. Потому что я хилы потратил в битве с призраком. Там призрак был жёсткий. Я чё-то решил с ним подраться зачем-то. Ничего хорошего из этого, как можно догадаться, не вышло. Так, специально атака не зарядилась. Я надеюсь, на 90 ты ударишь. Ни черта ты не ударишь на 90. Ну, хотя бы двух пауков расшатали, этих мерзких. Может, ещё этого расшатаем. Но он может сейчас убить мою эту. Дэмэдж-дилёрку. Война никакого агро пока нет, по крайней мере. Ауч! Это мисплей. Давай специально удар с подтишка. На 158. Неплохо, конечно. Надо добить. Да в смысле? Что ж вы такие ватные? Так, хорошо, бей. Не бей только туда. Что это за пузырьки-то делают? Бей сюда. И хилерка, который ни черта не хилит, конечно. Тоже такое себе. Ммм. 19 урона она получила. Специально атака тоже не заряжена. И... Паук потом ходит, да? Ну, главное, чтобы не в неё ударило. Тогда всё хорошо. Мамочки, я ранена смертельно. Помогите. Лечение, лечение. Не беспокойся. Наверное. Так, окей. Вообще, надо бы в город, походу, прогуляться. 140 кспы дали. Очень надо в город прогуляться. Купить хилок. Плюс 50 монет. Плюс 45 монет. Так, драться мне вообще не с руки. Больше, по крайней мере. Я надеюсь, мы хватим эту реликвию. В принципе, можно свалить в город. Ещё плюс 50 монет. А, туда я не полезу. Хмм. На ларце есть надпись. Что там написано? Знай, путник. Хранящаяся в ларце святая реликвия защищает это место. Дабы не стало оно домом для сил тьмы. Светодару противно вороство. А заброшен... А забравшего сию вещь ждёт двойная кара. Не гневи богов и церковь. Вступай с миром. Место это видело достаточно староданий. Ибо здесь искупали свою вину грешники. Не следуй их примеру. Живи честно и праведно. Да-да-да, матушка. Ты чего, Светлана? Ой, мне на миг показалось, что я слышу голос старой корги. Явно она писала. Да, она не лучшего мнения о своей наставнице. И вообще тут достаточно продуманный лор. В плане, там есть церковь, есть там воры. И со своей тоже какой-то политикой, так скажем. Да, с каким-то своим мировоззрением и прочими вещами. Достаточно занятно. Плюс крест Святого Якова. Мы его добыли. Отлично, мы нашли реликвию. Теперь можно вернуться в монастырь и исследовать подземелья под ним. Заодно ещё хило купить. Я всё ещё против этой авантюры. Так, ну отлично, сваливаем. Я бы хотел ещё вот здесь вот отжать что-то. Но вот с этими пауками подраться. Ладно, не будем рисковать. Уходим отсюда. И да. Опять нам надо подать, заплатить. Окей, платим. К сожалению, минус 100 монет. Но мы там насобирали какие-то деньги. Поэтому неплохо. Давай сюда зайдём. Здесь можно будет зельки прикупить. А, плюс мне зелье надо... Которое позволит под водой дышать. Ой-ой-ой, что-то мы прям пришли к нему. Давай. Товары. Купить. Я кое-что там ещё, наверное, могу продать. Вот зелье дыхания под водой надо бы купить. А сколько их надо? Наверное, штуки 4. Раз у нас 4 персонажа. На всякий случай купим 4. Лечебное зелье. Блин. Давай 6. И всё. Продать я хочу что-нибудь. Что-нибудь. Книга. Лечебное зелье. Яблочный сок. Оружие. Кинжал вора. Так, а где чё нам показывают? За сколько он продаётся-то? Старое копьё есть. А, за 250, да? Старую дубинку тоже можно продать за 125. Понятно. Кинжал вора за 300. Примерок. Перчатки можем за 50 продать. Ну, короче, такое себе, да? Не особо-то много. Осколок души. Сильный. Так, рубаха есть за 150. Продаём. Нам нужны любые деньги. В плане предметов, наверное, продавать не будем. Ещё есть огненный некий свиток. Так, а что за зелье души? Экипировать. Может, куда-нибудь Светлане можно? Аксессуар, к примеру. Он даст защиту от магии и даст маны побольше. Не то, чтобы это дико помогло. Я так понимаю, Фелиции это нельзя, да? Или можно? Или может, ей имеет смысл тогда? То есть, я могу, к примеру, со Светланы снять осколок. Да, what the fuck? Интерфейс. Так, снять. И, к примеру, экипировать. Правда, у них всё равно ни черта нет никаких заклинаний пока что. Ну, к примеру, тебе, да? Всякая защита от магии и больше маны, наверное, будет полезнее. Но это, конечно, не точно ни разу. Здесь ещё можно его обокрасть, но у меня, опять же, не прокачано нифига. Взлом нифига не прокачано. И поэтому пока что, конечно, ни черта с этим сделать не могу. Ладно, погнали к настоятельнице, в храм. И пойдём в подземелье. Можно пожертвовать во славу храма, во славу бога местного. Но этим и заниматься не будем. Тем более, что толку от этого я не вижу. Денег и так нет. Погнали вот в эту расщелину. Тайное подземелье. Какое тревожное место. Я чувствую беспокойство. Мороз по коже. Поблизости есть источник тёмной магической силы. Божественной силы. Нам следует найти его раньше, чем страх поглотит нас. Я уже вижу призраков. Я чуть не уверен, что мы, в принципе, способны втащить. Подожди. Экипировать. Так, а что мы там нашли? Кольцо. Малый щит. Фамильный меч. Так, кинжал туго тут есть. Ок. Аксессуар. Может быть, Светлана? Ты ж послушница, не? С дубиной, блин. Щит тебе точно не нужен. Дубина тоже. Ботинки, перчатки, шляпа. Но у нас больше ни черта нет, по факту. Ладно, погнали. Посмотрим. Хилки я вроде купил. Призрака я уже вижу. А, ну здесь вот что-то есть, какая-то трава неведомая. И там вот что-то какие-то ритуалы делают, судя по всему. Плюс 50 монет и зелеманы. Возможно, я рановато сюда, конечно, пришел. Но попробуем. Попробуем что-то предпринять. Коль получится. Ага, призрак. Ну, здорово. Причем два. Мамочки, я ранен смертельно. Помогите, лечение. Ауч. Я их не выхилил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Захилить их можно поспав. Поэтому давай свалим, поспим. Блин, причем снять комнату стоит 200 монет. Ну окей. Устраивайтесь, заклопов не обессудьте. Они боятся вас куда больше уж, поверьте. А, поспим. Это нас по идее отхилит. Правильно я понимаю? Да, мы все фуловые. Ну, теперь погнали в подземелье. Единственное, я не так, чтобы уверен, что мы в принципе тут справимся с врагами. Поэтому попробуем, не получится. Но пойдем дальше куда-нибудь. Тут еще есть куча мест, куда надо сходить. А может еще стоило бы какого оружия купить попытаться? Так, ну по 500-450 здоровья. По идее должны справляться. Давай. Я в первую очередь попытаюсь... А, на 34 пробили. Может и не будем справляться. Так, у тебя ж магии пока никакой. Специально тоже ни черта. 12. Ну, капец. А нас бьют сильно, очень сильно. Нас бьют. 29. 35. Ну, худо-бедно мы, конечно, разберемся. Давай удар с подтишка. Попытаемся хотя бы их победить. А там будет видно. О-о-о-о. Нас тут задебафали. Некислыйший массовый урон. Ой-ой-ой-ой. О-о-о. Так, подожди, кто у нас? Ты потом ходишь, да? Блин. Надо хилиться. Плохо, что у нас пока ни навыков, ни черта нет. Но мы пытаемся в аккурат все это и добыть. Я одного призрака не могу запинать. Не, я явно все рановато приволокся. Что-то мне подсказывает. Так, а давай ты воспользуешься еще хилкой. Ну, хотя бы этих призраков надо победить. Посмотреть, что там дальше. У нее, по крайней мере, неплохая атака. Ты что-то специально свою атаку ни черта не пробила. Да и так как-то плачевно. Ты, ааа. Не паникуй. Чудо-танк. Давай, мы уже почти справились с одним призраком. Где лофта? Монашка наяривает. Так, давай. Ну-ка, специальную атаку. На 57 сойдет. Блин, пробивает. Таки больно. Блин, вообще на 11. Ну, что за урон? Массовая атака пошла. Да-да, бейте уже. Ну, серьезно. Так, отлично. Одного призрака еле-еле запинали. Остался еще один. Что-то как-то, да. Что-то как-то урона катастрофически не хватает. Надо попытаться, может, какого-то оружия, какой-то брони купить. Что-то такое. Что, ну, прям явно жестко-то здесь. Хм. Ну, давай специальную свою атаку делай. Единственная, кто обладает специальной атакой на данный момент. Ну, еще монашка, но она хилит на 1, как бы, чтобы вы понимали. Я уже показывал этот нереальный захил. Я пытался ей прокачать навык, но там не срослось пока что. Там мощь святая в дулю сложилась для нее. Поэтому такое не наделило никакими силами. Ну, и потому что монашка, ну, как бы, такая не очень. Так, всех пораздамажили. Ладно, просто запинываем уже долбаного призрака. Ну, и, кстати, о минусах, да. Тут достаточно однообразные мелодии, которые играют практически всегда. В этом плане, да, тоже такое себе. Ну, с другой стороны, опять же, да, один человек делал. Вот по гейммейкере тут вряд ли стоит надеяться на какое-то суперкрутое музыкальное сопровождение. Вообще на 11. Так, ну ладно, худо-бедно практически запинали. И надо будет опять выхиливаться. Лечебных зель уже ни черта нет. Еще один бой мы точно не переживем. Поэтому, если что, она будет сваливать. Там еще есть квест за дэмэдж-дилера, за ворочку. Попытаться его сделать. Сколько там опыта дали? 200 экспы. Светлана на уровень 2 перешла. И Фелиция на уровень 2. Замечательно. Хоть что-то, хоть как-то. А вы захилились, перейдя на левел? Что-то ни черта, да? У меня 2000 денег-то. Я вряд ли на 2000... Опа, ловушка. А, в смысле, ты меня предупредила? Когда мы уже урон получили? Ну, это явно надо идти восстанавливаться. Так, книга очень старая. Страницы почти рассыпались. Но я узнаю старый алфавит. Хм, трудно разобрать. Вот бы мне еще в свое время не спать в школе на уроках старородонской письменности. Хм, здесь написано. О, богиня, упаси нас от королевской кары и королевской милости. Даруй волю. Странно. Богиня. Так, мне в бой тут вообще не улыбается вступать. Надо сваливать. Лалуви или лови? Нет. Ничего не разобрать. Кто-то сбил надпись вместе со статуей. Причем недавно. Скол свежий. Ну там еще вон призрак летает. Тут вон какой-то мишка валяется. Серьезно. Обрети же надежду всяк сюда входящий. Крут, конечно. Так, плюс монетки. Да еб. Ну ловушки по крайней мере не убивают, но хп уже не оставили. Это магические некие ловушки. Необычный замок. Отмычек его не открыть. Сложный механизм? Не в том дело. Здесь вообще нет отверстия для ключа. Мастер Борис рассказывал о подобных замках. Они не откроются, пока не назовешь волшебное слово ключ. И как узнать это слово ключ? Никак. Его знает лишь тот, кто зачаровал. Только дверь выбивать. Не получится, плита слишком прочная. Похоже, здесь нам не пройти. Хм. Что-то случилось, Светлана? За дверью есть нечто важное. Трудно объяснить, но я должен оттуда попасть. Просто обязана. Мы не знаем слово ключ. Надо не забыть вернуться сюда позже. Обязательно вернуться. Так, журнал задания обновился. По всей видимости, второстепенное какое-то задание, но важное, да? О, какое большое подземелье. Откуда оно здесь? В библиотеке наставницы я прочитал все исторические хроники. Везде говорится, что в местной округе не было крупных поселений до основания Стрижинска. А это произошло уже в середине имперского периода. Кто же мог собраться и построить такое? Не всему, о чем пишут в хрониках, стоит беспрекословно верить. Так, я лучше нафиг свалю от призраков. Нам явно тут пока рано тусоваться. Зашел тут в магазин посмотреть, что стоит вообще оружие. И в целом оно, конечно же, стоит недешево. У меня нифига денег нет, надо квесты выполнять. Светлана, Фелиция. Для Дианы. Ну вот, атаку это забустит. Ну полторушку отдать за меч. У меня вообще, в принципе, денег не останется. И здесь рядом есть еще оружейник. Добро пожаловать в дом кузнецов. Да, здрасте, здрасте. Малый щит плюс один. Защита и защита от маги, да, скорость немножечко отнимется. Вот этот бы, да, защита на плюс одиннадцать. Явно получше будет. Легкий шлем. Легкий шлем. Все стоит, короче, денег, которых у меня нифига нет. Такие дела. Ну и, в общем-то, как-то так это все играется. Я еще тут, ну, играю в тот отрезок, где не так-то много диалогов. До этого момента их было в разы больше, я так понимаю. Периодически есть моменты, где, да, какой-то экшен, мы что-то делаем. И периодически бегаем, мы решаем несложные такие задачки. И, в общем-то, игра выглядит и играется достаточно мило. Не стоит она больших денег. Если вы любите конкретно, вот, почитать диалоги, последите за каким-то интересным сюжетом, да, любите в целом юмористическое фэнтези, я думаю, вполне себе вариант поиграть и в такую игру. Ну и, особенно, если вы любите JRPG, то тут прям сплав юмористического фэнтези и JRPG. В целом же, на этом, пожалуй, все. Пишите, что думаете о такой игре в комментариях. Ну а на этом же, всем всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok